Продолжение следует... Продолжение следует... Архангельский Владислав Владимирович... Очень приятно, Владислав Владимирович. Меня зовут Денис Геннадьевич. Фамилия? Таташвили. А, вы меня знаете? А для какой цели программа документов? Вы, наверное, пиаритесь за счет Дениса Геннадьевича Таташвили. Так и норовят все попасть в кадр Денису Геннадьевичу. Ну, тем не менее, я думаю, вам же известно, где у нас проверка документов на транспортное средство осуществляется. Только на стационарных постах указанная норма закреплена в 3-м пункте 185-го регламента от 2 марта 2009-го. У нас есть федеральный закон, который вычисли все эти административные регламенты, и там написано, т. 13, т. 20, права сотрудника полиции. Сотрудник полиции имеет право потребовать водителя водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, также страховку, чтобы убедиться, что вы имеете право управлять данным ТС, что это ваше ТС и так далее. Согласны со мной? Нет, не соглашусь. Почему? Но... Вот откуда я знаю, что эта машинка ваша? Я согласен, да. Откуда я знаю, что вы имеете право управлять? Может, у вас водительская водитель, может, вы лишены, может... Возможно, возможно. Но таким путем, если мы пойдем дальше, то у нас налицо состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 19.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Понимаете? И 286-я суда может подтянуться. Очень просто, потому что... Хорошо, еще такой вопрос. Вот вы вот едете, да, у вас лобовое сискло тонирование. А как вы это определили? Что вам лобовое тонирование? Чёрное оно, у вас не видно на стекле. Вот у вас вот полоса на лобовом стекле, она больше 14 сантиметров. Понимаете? Вот как так. Ну, понимаете, если изначально дискуссия была бы построена на признаках наличия состава административного правонарушения, тогда бы вопроса не было. Я просто не капаюсь об этом мелочам. Я понял. Ну, я как бы адекватно... Я вижу, да, меня это устраивает. Мне вообще устраивает последние несколько лет, что у нас сотрудники полиции адекватные, стараются в рамках законодательного поля себя вести. Мне это очень радует. Поэтому давайте посмотрим ваши документы, убедим, что в порядке... Водитель должен иметь по себе водительское удостоверение и по требованию сотрудника полиции передать для проверки. Согласно 185-го регламента, пункта 63, 10-го абзаца, проверка на право управления транспортным средством документов осуществляется только на стационарном посту. Хорошо, я вас понял. Давайте пойдем от обратного, да? От какого? Нет, давайте в рамках законодательного поля тогда. В рамках законодательного поля, да. Я визуально вывел у вас рамки 1-го правонарушения, да? 12-5-6-3. Да, прим-1, да. А вот если я изначально был, тогда разговора не было. Согласен, согласен. Но вы себя неправильно повели изначально. Ну, согласен, потому что я, в принципе, не собирался писать за это нигде установление. Скажу сразу. Ни за номер, ни за это. У меня сейчас, ну, как бы, немножко другие задачи и все расстроены. Ясно. Сегодня работаем, так сказать, по пьяным. По пьяным? Да. Как результат? Я вам, как бы, если бы работал, да, по административной практике, да, я бы сразу, как бы, сказал туда-сюда, поставил по тому-то, тому-то. Ну, как бы, я узнал вас только потом, когда уже я вспомнил, то вы, что вы, потом уже. Неприятная личность, да? Такая, знаете, любителя подискутировать. А почему? Ну, мы же взаимодействуем. Мне, например, очень нравится, я еще раз повторюсь, что сотрудники полиции корректны. Очень даже мне это нравится. Так это благодаря таким вот гражданам. А по-другому такая, скажите? А по-другому было несколько лет назад, вытрахивали из-за грудки меня из машины, когда я в рамках закона объяснял должностным лицам, областным сотрудникам полиции. Они вот такие глаза вот на меня выкатывали и не понимали. Они вот усвоили только 2.1.1 и статью 19.3, часть 1, неповиновение. Только не понимали, что требования сотрудника полиции должны быть законными. Они оформили материал, а материал отменили. Но, если дальше интересно, я находился на работе, у нас круглосуточная юридическая помощь автомобилистам, тем не менее. Я не успел приехать к клиенту, которого ваши коллеги оформляли по 12.8. Я понял. Я знаю, да. Да. И был срыв упущенной выгоды. А с клиентом он платит ежемесячно определенную сумму. Но в силу коммерческой тайны я не могу вам это разглашать. Не знаю. Инспектор пришел, вернул деньги, извинился. Ну, зачем до такой степени доводить было, не знаю. И только через, понимаете, через жалобы, через заявления, через обращения, через дискуссию, ну, что-то меняется. Я понимаю, что вы по плану работаете, но все же хочется законности. Тем не менее, разрешите ознакомиться с вашим документом. Убедиться в их наличии для себя? Хотя бы поддержать в руках. Не, в руках-то я не дам однозначно поддержать. Я могу обозрить, если... Ну, вы изначально, появились они по закону. Вот вы же понимаете, Владислав Владимирович. Изначально? Да. Вы сказали, мне необходимо их проверить. Ну, и вам водитель сообщил, проверка осуществляется только на стационарных постах. Это закреплено... Ну, я вас понял. Слушайте, давайте вот... Давайте, я поеду, а вы не будете нарушать мои права к закону и интересам. Вот. Если дальше действует по закону, то выпишу вам постановление. Я его обжалую же. Понятно, что вы обжалую. Да. Вам оно не надо? Нет. Морим убедиться в том, что вы имеете право править данной машиной, а то, что вы вообще имеете водительское удостоверение. Мне больше не надо ничего ответить. Там в базе женицы все есть. Вы меня, тем более, знаете. Но просто лишили. Может быть, лишили. Может быть. Но надо доказать тогда обратно. Слушайте, на пункт 13, так сказать, ст. 13-20 это мне дает? Вам нет. Конечно, я согласен. Но... Что проблема? Дискуссия была изначально построена на том, что вам необходимо только их проверить. Владислав Владимирович, проверка осуществляется на стационарных постах. Поймите правильно. По служебной необходимости ст. 13-20-й. Имеет право проверять водительское удостоверение. По служебной необходимости. Там так и написано. Там есть такая фраза. По служебной необходимости. Вам показать? Есть закон о полиции? Конечно. Вот. Ведите, пожалуйста. В течение 13-й, а в течение 20-й. Просто пока мы тут с вами дискутируем, да, самое обидное, что проезжает мимо куча водителей. И половина из них может быть абсолютно не такими, как вы, да. Я согласен. Они могут быть ехать пьяными, такие, вверху, они сейчас заняты. Либо в розыске, либо лишенные уже в этом скоске. Я согласен, да. Да, вы же знаете, да. Так зачем тогда это самое? Вместе с тем, я не возражаю, если вы будете параллельно кого-либо останавливать, и наша дискуссия будет прерываться. Просто я хочу вам доказать... Мне неудобно вас задерживать, правильно? Да, право полиции, статья 13. Да, пункт 20. Пункт 20. Останавливает транспортное средство, правильно? Я читал, да. Да, ну, не надо, да, зачитывать здесь 20 пункт. Право осуществлять действие, да, согласен. Предоставляет специально полномочным сотрудникам полиции. Открываем 185-й регламент. Основанием к остановке транспортного средства сотрудников полиции является, да. Вот у нас 10-й абзац 63-го пункта. Проверка документов, на что вы изначально составились. Проверка документов на право пользования управления транспортным средством. Документов на транспортное средство и перевозимых груз, а также документов, удостоверяющие личность водителя и пассажиров, только на стационарных постах. Просто не все ваши коллеги знают, не все граждане знают. И получается, сотрудник подошел, он вроде как бы в рамках законодательного поля, ваши документы, водительское удостоверение, свидетельство на транспортное средство. А гражданин, вы обратите внимание, как масса граждан, они не знают нормы действующего законодательства. И получается, он убегает с машины, с документами, вот, пожалуйста. То есть, его уже остановили, он уже, получается, трактует, как я уже должен. А если бы он почитал, посмотрел бы, да и вы бы меньше останавливали. Но в то же время, вам надо и выявлять, я согласен. Но давайте отпустим то, что выявлять-то надо все равно в рамках законодательного поля. Так я, по-моему, действую в рамках законодательного поля. Нет, но вы, Владислав Владимирович, вы же мне сообщили, что вам необходимо проверить документы на транспортное средство. Проверить. Я вас отослал на закон, а вы по полиции. А я сказал номер 3, правильно? По полиции. По полиции, да. Я читаю. Статья 6, законность. Пункт 4. Сотрудник полиции не может, вот, в оправдании своих действий и бездействия, при выполнении служебных обязанностей ссылаться на интересы службы, экономическую целесообразность, незаконные требования, приказы и распоряжения вышестоящих должностных лиц или какие-либо иные обстоятельства. Применение сотрудникам полиции мер государственного принуждения для выполнения обязанностей и реализации прав полиции допустимо только в случае предусмотра федеральных законов. Понимаете? Вы не можете в оправдании своей службы просто проверить документы. Почему? Вот смотрите, у меня есть ориентировка. Да. Правильно. Тогда встречный вопрос. Извините, Владислав Владимирович. В соответствии с частью 20 ст. 24 Конституции Российской Федерации ознакомьте гражданина документально. Не можете ознакомить. Потому что ориентировать. Не предоставление информации гражданину. Что за собой влечет? Ответственность. Ну, эту меру, как правильно, квалифицируют Следственным комитетом. В зависимости от тяжести. Либо 140-ая статья УКРФ, либо же у нас 5.31. Мне вот интересно, у вас когда машину угонят, да? Да. У меня уже одну сожгли. И как вот ее истать? Почему ее сожгли? Как было? Я только, ну как, я предполагаю. Слушайте, ну, просто нельзя быть вот таким, как вы, на самом деле. Ну, так, напрямую, скажу вам. Напрямую? Возможно. Ну, знаете, а напрямую фамилии не буду называть. Обращаются ваши коллеги, которые вот так просят. Денис Геннадьевич, напишите жалобу. Наш руководитель нам запрещает автомобили ставить около, значит быть, отделов тонированные. Мы вот тоже хотим машины тонированные. Нам запрещают там то и то и то. И сразу почему-то Денис Геннадьевич быть. А какого друга вы хотели позвать сейчас? Да ладно. Фамилия, как фамилия? Ну, с вами был я и мой друг, так скажем. Фамин, знаете? А, Фамин, да, знакомая фамилия. Да, да, да. Вот. Да, да, ну, я думаю, без него разберемся. Да. О, смотрите, ну, тем не менее, все равно, я считаю, что по курсе 20, статье 13, вот, имею право, потому что у меня есть основание. Основанием является ориентировка, которую мне довели на моем разводе, понимаете? Да, да. Вот. Поэтому будьте добры, на машину буду. Вам на разводе. Я просто не позволю себе ехать без документов. Вроде бы у меня такая позиция, весь такой правильный, в то же время я поеду. Да, может быть, автомобиль-то и провокационный, я согласен, там белые номера от машины тонированы, я же не спорю. Но у нас, вы понимаете, законодатель, и по номерам уже там разъяснено в ряде постановлений, и законом таможенного союза, как таковая, вот, тонировка, она не запрещена. Так что, так, да, согласен. Есть основания. Вообще, подменяют орган, жилетки ДПС, и давай всех подряд. Вообще, что творится? Ну, я говорю это все до поры до времени, прокуратура заняться. Давайте, если мы сами так прямого разговора ведем, да, допустим, я вас остановил, да, там, какие-то причины, там, 20, 15, 13, для поведения документов, да. Потом, потом, я визуально смотрю, опа, тонированный. Визуально же я могу выезжать, правильно, право решение? Да, визуально, да. Правильно. Вот. И для составления адвеситивного материала я прошу у вас документы на машину и водительское удостоверение. А, тогда, да, да, но изначально эта позиция была не основана на законе. Я вам говорю, остановил там, да, вот. По операции, да? Ну, скажем, да. Для проверки не привлеченности. И потом, визуально, я выявил, скажем, да, вот. И для составления социальных документов я попрошу. Выявил, что тонировка, номера. Лобовое стекло. Да. Боковые я не имею права выявлять без прибора, да, скажем. А вот лобовое, полоса более 14 сантиметров, тоже, скажем так, препятствующую опору. Уже с этого нет. А если мы регламент его ГОСТ откроем, то вот здесь не должно висеть регистратора. И не должно быть... Да, вот здесь регистратор. Его не должно быть. Ни в соблюдении ГОСТа. А дальше мы вступим. Вот. А что скажешь, скажем так? Ну, чтобы вменить 12.5 через 3.1, необходимо, я согласен, надо прибор, произвести замер. Сейчас это уже называется удар по хвостам. Вы знаете, что у меня документы есть. Ну, я же с вами напрямую, правильно? Да, напрямую. Вот, как бы, мне кажется, все адекватно. Да, я тоже напрямую. Вот, поэтому будьте добры, проверьте документы. Я вот, скажем, напрямую ничего старать я не буду. Посмотрю, ознакомлюсь. И вы поедете в Сендиал. Я поеду, и вы не можете заниматься. Дальше работать. Вот, знаете, что незаконно все это? Нет, вы гнете линию свою. Я для обозрения вам предоставлю. Руки, конечно, не передам. Хорошо, договорились. Собирайтесь. Я бы вам, знаете, что посоветовал? Чтобы вообще все было гладенько. Вот, если вы растонируетесь, то вообще четко будет. У меня задача не стоит, Владислав Владимирович, самой цели ездить, вас искать. Я нахожусь на основной работе. Автоюлит 24 часа. Просто так случается, что визуально-то и признаки есть состав административного правонарушения. Ну, вот, данная машина, реально, она вся тонированная, с белыми номерами. Меня останавливают по этой причине. И все мы люди. Это все понятно. Да, не надо никогда оглядеть. Все, я вас больше не задерживаю. А, вот. А так, я согласен, если бы я был активист, конечно бы я это все растонировал, снял бы. Ну, мне это неинтересно, это не моя задача. Мне, ну, реально. И я считаю, вот те, кто именно этим занимаются, они молодцы. Но мы живем в Российской Федерации, есть свои риски. Вы понимаете? Вы понимаете, понятые. Ну, вот. Понятые нужны? Да. Ну, могу посодействовать. Серьезно? Да. Боюсь, Васька, ничего. А, нет. А? Нет, вы что бояться-то? Ну, хорошо. Я готов. Патрульную машину есть? Куда подъехать? Ну, мне, можете машинку тут оставить, на речке. Вот. И водительская машина должна уехать. Пойду схожу по нетым. Ну, что, вот по присутствованию на освидетельствовании парень трезвый, но повезли его, тем не менее, в нарколожку.